приветствую мы продолжаем интересный ручка совсем поудобнее сопротивление было 3 сопротивление даже до 3 головы дошли уже до тише малыш тише опусти свою голову на подушку кроха ты скоро будешь дома с кормилицей я скучаю по тебе дитя мое и я скучала по тебе здесь на глубине во тьме в холоде иди ко мне мой милый маленький киан иди а у кого чего папу нам он выживет твоя магия вернула его из тьмы моя магия помогла ему остаться но дальше должен бороться сам он должен выбрать жизнь чё это кто тише киан тише опусти голову на подушку скоро ты будешь дома на глубине во тьме почему мы оставили его в живых он враг пусть лихорадка поглотит его нет лихо мы доставили его сюда не просто так он нужен нам живым ты освободил меня киан алваны не вини себя в моей смерти именно этого я и хотела освободиться переродиться ничего не понятно он когда я буду тебя убивать ты почувствуешь каждый поворот моего клинка в то время как твоя жизнь будет утекать твои боль позор и веществе послужат мне местью и останусь ведь они не смогут прожить тебя вечно апостол в конце концов тебе придется встретиться со своими грехами и ты за них заплатишь спи дитя мое спи и никогда не просыпайся мы ждем тебя все мы мы ждем на глубине во тьме присоединяйся к нам там где ты сейчас для тебя ничего нет твое место с кормилицей на глубине во тьме в холоде во веки веков мне надо идти он скоро очнется следите чтобы он пил воду и ел он поправится мне не подвластны лишь те раны что внутри их он должен излечить сам проснись кем проснись где во имя тени я нахожусь у по 5 к нему нам у нас к нему вернули окей где исследовать анклав хорошо я слышал что он дезертировал теперь апостол один из нас а таки черт он здесь что если он слышит тебя ждут рад видеть что ты уже на ногах ставили на то что лихорадка тебя победить я выиграл довольно прилично монет честно говоря ты кто блин правда что капитан пожертвовал собой чтобы вытащить тебя он был хорошим человеком надеюсь оно того стоило я все слышал его твой ну и что замолчали что опять так 10 к нему ничего интересного для нас нет очень интересно для нас уже кто это вообще кто они всех предатель снова на ногах хвала балансу как твои раны мне все еще больно но я не признаюсь этим чужакам слабости мои раны излечены не полностью они их перевязали и приглядывали за мной по камине лихорадила они наверняка знают что я еще слаб и проверяют меня я не буду отвечать на их вопросы пока не узнаю кто они и что им надо что это за место только и ждешь чтобы сбежать своим хозяевам с информацией выкупить свою жизнь лихо ты вам клави древней библиотеке часовых ордена баланса в меркурии сейчас это операционная база мы сопротивление алваны все кто объединился для борьбы с азади магические народы такие как она и я я помню капитан я убил его его кровь на моих руках портал магия крови теперь на мне проклятие тени богини больше не коснется меня я никогда не взойду по склонам первой горы портал вы перенесли меня сюда с помощью магии крови жизнь после смерти для тебя важнее человека который тебя спас ты совсем не достоин его жертвы балл сайбаким пожертвовал жизнью ради тебя киа мужик белка вилка в глаз или в жопу раз я задаюсь тем же вопросом почему зачем терять такого человека как он ради тебя мясника апостола он оскорбляет мой народ совершали преступление но ответственный за это несут предводители они каждая сзади это существо этот мужчина я видел много далмари в своей жизни но в этом есть что-то знакомое он оскорбляет мой народ да они совершали мы не все одинаковые далмари возможно ведь весь мой народ для тебя на одно лицо так словно скотт и отвернулся от своего народа так ты еще и придать но понят добавим это в список твоих преступлений у меня уже отняли мою жизнь зачем приносить столько жертв ради предателя и врага я не позволю никому особенно далмари так со мной разговаривать для чего я здесь мы выбрали тебя мы послали капитана бакима на смерть чтобы спасти твою жизнь ты нужен нам в качестве символа но дело не только в этом нам нужна сила нам нужны лидеры нам нужна надежда наша численность сокращается большинство жителей северных земель смирились с оккупации азади люди отвернулись от сопротивления а на геноцид магического народа смотрят сквозь пальцы нам нужен тот кто даст надежду и тогда мы нанесем ответный удар и победить инструмент апостол ударное оружие не более того нам нужна твоя помощь я ты присоединишься к нам у меня есть выбор выбор есть всегда и у каждого выбора свои последствия вы не позволите мне уйти если я откажусь вы меня убьете мы так можем тебя убить только дай повод мы пожертвовали очень многим чтобы привести тебя сюда это твой шанс начать все сначала киа начать новую жизнь чтобы получить то искупление которое ты ищешь пусть запрут меня и выкинут ключ пусть убьют я никогда не стану одним из них я никогда не смогу стать одним из них но какой у меня выбор у меня нет ни народа не веры не миссии что с того что мятежники не такие как я и возможно в борьбе со своим народом я смогу спасти свой народ пусть запрут меня и выкинут ключ я не сдавалась голубь что вы от меня хотите этой ночью ты отправишься в город вместе с лихой они тебе все объяснят и присмотрят за тобой на всякий случай и если надо я буду следить за тобой из тени апостол словно ядовитая стрела нацелены прямо тебе в сердце ты знаешь что правда за нами знаю что не правы твои люди сделай же это и начни свое возвращение к жизни я делаю это ради эйприл райан именно она заставила меня сомневаться в себе в моей миссии в моей вере пошел ты гази тебе этот долг уже никак не вернуть эйприл мертва киан лучше борись ради тех кто еще жив ради сущности своего народа ради себя скоро придет лодка чтобы переправить тебя в старый город я дам знать когда все будет готово когда выполнишь задание встретимся в таверне улика а если не придешь разыщем тебя и освежу им как кролика возможно ты поймешь что я далеко не кролик давай проверим прошу лихо хватит наши запасы воды почти на исходе а дождем и не пахнет сопротивление придется этой ночи тебе подняться на скалу с почки против них возьми с собой адика и ищу и ну киа на лаване солдат апостол убийца я ожидал кого-то повыше а не бери в голову добро пожаловать в движение по освобождению меркурии и северных земель добро пожаловать в гребанное сопротивление как твоя спина а травы помогли так точно она знает свое дело наша медик зимария и она беспокоилась за тебя сидела с тобой пока не прошла твоя лихорадка вообще от тебя не отходила я бы сказал она втрескалась в тебе но это не совсем так казалось словно она будто она возвращала долг я генерал я управляю этим местом у тебя проблемы со снабжением ты приходишь ко мне твоя койка недостаточно мягкая или жесткая генерал твой человек не доволен своей едой зови генерала возможно это все не так важно как перехватывать сообщение или убивать азади но это место само собой не управляется есть вопросы солдат у меня такое ощущение что я раньше встречал этого человека он был без военной формы и не был генералом но его голос и его лицо как будто бы да я ничего не знаю об этом месте где я буду есть где я буду спать я думаю он именно тот кого следует спрашивать что вы можете рассказать мне о жизни здесь у тебя есть койка хлеб лично уголок шепард говорит что ты должен делать армейская жизнь сынок большего и не жди у меня есть комната ну это не совсем твоя комната паренек только когда ты спишь и когда вы не занята другими мы работаем по сменам поэтому когда ты на задании кто-то другой спит в твоей постели не беспокойся мы следим за тем чтобы все стряхивали блок с простыней и опорожняли ночной горшок все гигиенично если это все вольно ой паренек сделай так чтоб мы гордились слышишь а ну лихо джакаем никто слепым бомбом итак апостол наконец-то поднялся жаль что лихорадка тебя не убила нам всем было бы лучше еще больше жаль что ради твоего спасения пришлось умереть хорошему человеку он ненавидит меня но его можно понять его народ был причиной страдания смерти моего и мы вернули им долг вдвойне мы всегда будем врагами несмотря на обстоятельства я никогда и никому не позволит так со мной разговаривать на ставь меня в покое и не подумай апостол рано или поздно я пролью твою кровь как и ты поколениями проливал кровь моего народа как и ты я запада с великого континента который мы называем интикуаба страна заходящего солнца место которое твой народ поначалу называл михан мир а затем азадир будто захватив вы его завоевали ты из племен долмари в азадире я из долг интикуа западных долмари первые своего народа и да мы уже встречались апостол алваны наверное он ошибается сначала я подумал что в нем есть что-то знакомое но я попытался вспомнить и как это возможно не думаю что она уже от но где мы могли встретиться я недолго пробыл в северных землях дат он пытается язвить мы никогда не встречались и у него нет причин для где мы встречались ты убил моего отца если бы не моя мать я бы разорвал тебе глотку и тогда ни один из нас здесь бы не стоял годы спустя мы встретились снова но я уверен что ты это не помнишь в конце концов что такое еще один мерзкий магический ты сделал меня тем кто я есть и в скором времени я уничтожу тебя но я поклялся шепард что оставлю свои личные обиды в стороне на время в отличие от тебя я держу клятвы но если я когда-нибудь заподозрю что ты планируешь нас предать как предал своих и они будут колебаться я убью тебя и как только война окончится мы сведем наши счеты ты заплатишь за смерть моего отца горе моей матери и страдания моего народа запомни мои слова мясник твои дни сочтены на жесткий свет богини что ты задумала будешь ходить часовым с чего бы я стала делать что-то настолько очевидно так поступают глупцы здравствуй привет и так новенький да я и ну вообще-то она марсандия сумеречное дитя дочь тимары и отец бы убил меня если бы узнал что я называю себя ну а не полным именем как все виды но его здесь нет поэтому привет я и ну ты киа я знаю мне надо научиться разговаривать с этими людьми с магическими если бы она только не было мне столь отвратительно я не могу разговаривать с этими с этими людьми ведь я теперь считаю счастью сопротивления девочка заслуживает ответа да здорово никогда не бывало там славно я слышала что славно когда они ну знаешь не воюют не убивают не людей это все что она знает об озадире завоевание убийство так она видит моих людей мой народ как будто бы у зеидов руки не запятнаны кровью если бы она увидела задир как его вижу я думаешь мы только этим занимаемся а нет конечно же есть то чего я не знаю я просто мы не так часто общаемся с азади мне попадаются лишь те что в доспехах с мечами и постоянно кричат ну может я предвзято так или иначе я я просто хотела ну предоставить себя тебе представиться тебе не предоставить себя это неподобающе дочти амар извини я облажалась да она старается как ты хорошо справляешься для меня честь встретить тебя энумар сандия дитя сумерек дочь ты амар ах ты взаимно киан алваны апостол рода азади сын теперь я просто ки можешь звать меня ки окей могу и называть тебя кей называй меня кием так и правда намного лучше киан добро пожаловать сопротивление извини что так слихо вышло у него свои проблемы меня с ним своя история ладно история ясно не буду лезть я пытаюсь этим завязать с любопытством так какая у тебя история дочь просто я ну здесь меня не зовут дочерью бла-бла-бла а моя история совсем не интересная противоположная интересный скучная банальная точно я банальная девчонка с фермы было было девчонкой с фермы а теперь смотри-ка я повстанец ну и ну никогда бы не подумала хотя это не совсем так родители хотя бы не совсем против но они были бы рады если бы я сидела дома и никуда не лезла вышла бы за скучного фермера зида родила бы скучных зидят но они мной гордятся они верят в наше дело и на дух не переносят азади извини у вас есть веские причины нас ненавидеть да верно я не уверена что вернусь туда когда все это закончится на ферму я имею ввиду мне нравится за что-то бороться чтобы цель была не просто быть фермершей послушной дочкой рожающей зидят определенно и из меня бы точно не вышла хорошая жёнушка зидят извини такой поток информации хотела просто поздороваться и тут было что же привет ей удачи тебе сегодня ну я буду с тобой но все равно так вот ну джакаем и никогда что-то такое ты быстро идешь на поправку киа твои раны были глубоки ты силен вы вернули меня к жизни я видела как ты говорил с лихо но вам не это не близко совершил много не боли близко стоять у тебя были на то причины которые не он не я не сможем понять теперь ты ступил на новый путь навстречу искуплению которого ищешь не думаю что лихо когда-нибудь со мной согласится его раны глубже чем твои он был сломленным ребенком а теперь он сломленный мужчина но он отличный воин и может стать великим лидером он хочет моей смерти больше всего на свете может чтобы обрести искупление мне нужно осуществить его желание чтобы все жертвы принесенные ради твоего спасения стали напрасными это будет еще более тяжкое преступление ты заново родился киан возьми все от этой возможности не всем выпадает шанс на искупление устранить причиненный ими ущерб и сотворить свое будущее капитан сказал то же самое только другими словами болсай он он всегда высказывал свое мнение и высказывал откровенно я еще не встречала того кто ругался бы также красочно как он это было и правда прелестно у него тоже было тяжелое прошлое он во многом был похож на тебя с нами ему был предоставлен второй шанс возрождение возможности скупить свои грехи и он так и сделал в данный момент здесь от меня больше пользы чем где я застрял среди миров и не принадлежу ни одному из них мне я постараюсь вас не разочаровать я в тебя верю не говорите со мной о вере шепард а вера это все вера может сбить с пути слепая вера да но вера может привести обратно к жизнь мы поможем тебе прозреть тебя ты не поделишься со мной своей историей я слышал лишь обрывки слухи уверена это лишь крупица конечно шепард до всего этого я был апостолом дома в задире меня любили и боялись я уничтожал наших врагов во имя богини чуть больше года назад меня призвали шестеро нашей императрицы они приказали мне пересечь море к оккупированной территории северных земель мне было поручено найти и убить мятежника известного как скорпион он убил многих рожденных под зором богини и стоял на пути нашей миссии меня всегда учили что магия это зло оскорбление законов природы и богини мне говорили что магические расы опасны и аморальны но когда я приехал сюда в северные земли и встретил народ меркурий магические народы были не просто монстрами из моих детских сказок магия была не просто средством злодеяний все было намного сложнее затем я встретил эйприл райан лидера мятежников конечно тогда я этого не знал она была незнакомкой наша встреча была случайной но теперь я знаю что этому суждено было случиться она была сильной благородный и добрый она не спасавала передо мной подвергла сомнению мои убеждения мою веру мою миссию из-за ее силы я стал сомневаться во всем но я продолжал искать скорпионы и сопротивление слепо руководствуясь верой наконец я выследил скорпиона эйприл райан язычницу террористка лидера сопротивления вся потеряла смысл а ничего не понятно но очень тяжело последствия были неизбежны за мной следили мои же люди моя слепая вера привела их прямо к ней к эйприл они ее убили казнили каждого из сопротивления приговорили меня к смерти целый год я гнил в монашьей темнице я уже был мертвецом ходячим трупом я все потерял я сдался жестко но сейчас сейчас у меня появилась возможность искупить свою вину и грехи моей нации помочь снова создать сопротивление отомстить за эйприл райан и даровать правосудие тем кому мы кому я навредил за это я благодарен конечно спасибо когда поговоришь с остальными и будешь готова двигаться подойди ко мне еще раз так хорошо с кем еще и ну джакаем и никак с любым бомбом я думаю поговорю хватит болтать уходи уже не дави на меня можешь еще значит играть и бел они начнут здесь да что он хой алван эдар для меня честь видеть ваши глаза да кто научил тебя почтительной форме обращения сзади о я я я вел дела с твоим народу с азади в течение нескольких лет пока трактир моей тети не закрыли а ее саму не арестовали пока я не узнал что происходит на самом деле ты принимал участие в том рейде в товар не приют странника бен рима салмин сестра моей мамы она растила меня после смерти мамы я взял ее фамилию я джакай джакай салмин я выполнял приказ когда арестовал его тетю но это не освобождает и арестовал его тетю но извинениями этого не исправишь твоя тетя укрывала повстанцев у меня был приказ ее арестовать мне жаль что так с ней получилось твоя тетя была сильной и достойной женщины не то чтобы я винил тебя дар и моя тетя тоже кстати вызвали тебя было ее идеи она знала что ты нам пригодишься знаешь я присоединился к сопротивлению меньше года назад до этого я был предпринимателем и моими клиентами были в основном азади бизнес шел хорошо да оккупация принесла мне выгоду и я заработал много денег сейчас мне стыдно это признать но я действительно верил азади в их словах была логика даже даже в том что они говорили о магических какое-то время я во всем винил их я даже зашел так далеко что он гарри поттер юбка гарри поттер ты знаешь кто они такие доносчики азади и ярые противники магического народа изменники я этим не горжусь но когда мою тетю задержали и приговорили к пяти годам в холодном камне это все изменило и открыла мне глаза я осознал что виной всему были не магические а именно азади и мы сами те из нас кто молчал и и бездействовал те из нас кто предал самих себя мне кажется я услышал достаточно я разыскал сопротивление и вот я здесь со всеми этими отважными людьми такими как как она замечательная правда я очень впечатлен тем как она как она держится подумать только зиды действительно поразительный народ такие красивые не суть это моя история уже пристала уже просто и правда я так рад что ты с нами да это точно серьезно изменит ситуацию можешь на меня рассчитываешь мне надо заготовиться к заданию конечно алван и дар киан прости что я все говорю говорю удачи чё ты готов киан я готов хорошо лихо и эмо пойдут с тобой они расскажут что тебе нужно будет сделать они рассчитывают что ночью я проникнув город и меня не узнают как по-вашему мне остаться незамеченным любая сзади сразу же меня узнает конечно поэтому наши чародейка зидмари сделала это специально для тебя этого не избежать если хочешь нам помочь боюсь тебе придется это выпить бакшеванская маскирующая зелья не совсем но догадка хорошая маскирующая зелья действует меньше часа это ирхатская вуаль она действует несколько дней она она отведет от тебя любой взгляд кроме наметанного пока я с кем-нибудь не заговорю меня даже не заметят я буду словно тень это очень мощная дорогостоящая магия такую непросто найти а ты разбираешься в зельях когда меня готовили стать апостолом требовалось изучить все о магии зная своего врага уверена это тебе сослужит хорошую службу выпей ее перед тем как ступишь на берег и вуаль тебя скроет но все же будь осторожен не говори сазади или им сочувствующим не привлекай внимание окей окей и помни те кто тебя близко знают всегда смогут видеть сквозь вуаль энну и лиха ждут тебя внизу лестницы скрытой гавани но ты не можешь отправиться в меркурию в таком виде тебе надо одеться я оставила одежду на твоей постели она должна быть тебе в пору это зелье дала мне шепард это ирхатская вуаль мощная магия мы перейдем с тобой я так понимаю там где дверь открыта это наша комнатка на вот она как думаешь что именно строить азарт я про эти машины с трубами повсюду я слышал что это какое-то оружие птичка напела мне что это новая модель хуя бля и смотри какой модный знаешь на что похоже на ассина очень сильно ассина похоже вот так так если мы продолжим терять людей мы вас не заметили надеюсь ваша миссия увенчается успехом да мне кита пупа 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 ну блять удачи во время миссии лучших партнерах чем лихую но ты и мечтать не мог хорошо то 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 ты страдаешь от морской болезни надо просто хочу узнать не заблеваешь на это всех нас вот и все мне уже доводилось плавать на лодке хорошо тогда не против посидеть рядом с тобой потратили достаточно времени миссии расскажу тебе по пути после тебя я ну ладно лет сгоу лет сгоу лет сгоу и а нужно разделиться у нас много работы и мы не хотим вызвать подозрение может сначала инструктаж надеюсь память и у тебя получше чем усеет апостолу я должен зайти к некому кроту это кодовое имя этот властный человек заправляет криминальным миром старого города среди них есть предатель я должен опознать этого человека пока он или она не причинят еще больше вреда я буду искать перебежчика в старом городе правильно к сожалению это все что мы знаем кто-то в старом городе шпионит на заде он или она скорее всего часто бывает в магическом гетто но он она точно человек иначе не работал бы с азади также мы полагаем что он посещает встречи национального фронта они там все предатели и доносчики азади их лидер он архиллерис регулярно проводит тайные собрания где-то в городе вероятно это наш главный шанс опознать предателя прокрадись на такую встречу и определи кто наш парень девушка женщина человек я начну расследование на рынке яду где мне найти человека которого зовут кротом а это нора крота прямо здесь на тенистой пристани киан а точно да киан ты найдешь крота неподалеку он неподалеку тот кого называют кротом который человек очевидно боги деликатности крошкам зидом не занимать крот руководит подпольными поставками из магического гетто нам нужно еда лекарство и оружие а еще нам нужно поддерживать хорошие отношения о чем бы тебя не попросил крот сделай без вопросов пара я готов теперь ты сам по себе у нас цену другие задачи как только определишь предателя встретимся на волшебном рынке он недалеко пройдешь вот по этой улице в старый город когда закончим встретимся в петушке и котенки это таверна на аэр это веню прямо около рынка у южных ворот ульвик трактирщик друг сопротивления понятно что сейчас для тебя все запутан океан но тут повсюду карты ты не заблудишься а хотя вообще-то можешь ты ведь не я разберусь и ну точно удачи парень парни вам обоим богини попиздили куда-то на вкус довольно неплохо честно говоря пока я сам себя не выдам или пока не встречу того кто хорошо меня знает и останусь скрытым о пристань блять ой блять сотри карта самой южной части меркурий карта но и скрета начнем круто скакет он далеко от тенистой пристани давай поспередем на ну шаде квэй да получается вот это вот шаде квэй получается да это f сзади что и ну и и и и Крот. Крот ожидает тебя. Жди своей очереди. Не говори, пока не попросит. Хорошо. Просто неудачный побочный эффект, госпожа Крот. Я не ожидаю... Неудачный побочный эффект? Это не просто побочный эффект. Это невообразимая катастрофа. Вот что это. Все в баре спят. Каждый, кто выпил вина, закрыл глаза и захрапел. Нехорошо для бизнеса. Что ж, да, мы переборщили с маковым стеблем. В этом виноват... Все равно. Вся ответственность на тебе. Ты натворил делов, ты все и исправишь. Маковые стебли только улучшают вкус. Добавляют пикантность. Заставляют людей больше покупать вино. А это? От этого люди вино не покупают. От этого люди засыпают и больше не пьют вино. Покупают другое вино. А это плохо. Нехорошо. Очень-очень плохо. И так ты исправишь. Как исправишь? Ну, видите ли, в этом и проблема. У нас закончились маковые стебли. Мы все использовали для той одной партии. Да как же вас только земля носит. Без маковых стеблей наше вино это просто вино. Не особое. Без пикантности. Ладно. Достань вечерню в сквере. Она там растет. Козы ее едят. Козы ее любят. Козы ошеломлены и увлекаются. Конечно, не то же самое, что маковые стебли это вечерня. Но пока сойдет. Снова сделай вино особенным. Спасибо, госпожа. Я... В следующий раз смешаешь нужное количество. Не слишком мало, иначе нет вкуса. И не слишком много, иначе все засыпают. А если все заснуты, ты уснешь. Уснешь долгим сном. Вечным сном. А, ох, понятно. О, боги. Да, да, я... Спасибо, миленький. Спасибо, спасибо. Спасибо. А ты что делаешь, Азади? Выходи из тени. Дай взглянуть на тебя. Ебать. Съемнешься. Это... Богиня, это крот? Может, ей не доложили о моем визите? Может, она понятия не имеет, что я сопротивлением, и думает, что я представляю Азади? Должно быть, она знает, кто я и зачем я здесь. Нам нужна ваша помощь. Вам что-то надо, мне что-то надо, всем что-то надо. Позволь объяснить тебе, как у меня здесь все работает. Ты делаешь что-нибудь для меня, я делаю что-нибудь взамен. Только так, не наоборот. Никогда, никогда не наоборот. Потому что я крот. Так, спой же свою песню. Поведай, что тебе нужно, а затем выслушай, что нужно мне. Давай, давай. Я прошу помощи в борьбе с Азади. Разве это не будет считаться для вас услугой? Но ты Азади. Да. Апостол. Бэлэм. Фу, не по нраву люди. Азади хуже всех. Откуда мне знать, что Азади меня не используют? Откуда мне знать, что ты меня не используешь? Богиня, спаси нас. Я Киан Алваны. Я был апостолом, но теперь я повстанец. Я здесь, чтобы заставить моих людей покинуть северные земли и вернуться в Азадир. А наших так называемых лидеров представить перед судом. Прям не знаю. Похоже на ловушку. Ну, ловушку. Ну, давай представим, что ты говоришь правду. Что тебе нужно от крота? Мне сказали, вы можете помочь. Может быть, крот поможет, а может и нет. Но прежде чем ответить, ты поможешь мне кое с чем. Почешешь спинку, так сказать. Почешу? Да это просто изречение. Не нужна мне твоя огромная ручища на моей спине. Услужишь мне, услужу тебе в ответ. Что вам нужно? Нужно перехватить гонца. Посыльного, передающего сообщения между сторожевыми постами. У него письмо, которое мне нужно. Поможешь с этим кроту, крот рассмотрит твою проблему. Я могу это сделать. Рада за тебя. Больше не апостол. Одно условие. Этот гонец, вы ему не навредите. Не причиню вреда? Почему нет? В качестве гонцов они используют юношей и мальчиков. Они не сражались, не убивали мятежников или магических. Они не заслуживают смерти. Они все равно враги. Мне нужно ваше обещание. Обещаю, обещаю. Никто не навредит твоему маленькому гонцу. Мой человек у двери отметит на карте место, где пробегает гонец. Оттуда ты найдешь другое место, где ты заберешь у гонца послание. Запомни, никто не должен это увидеть. Очень важно это. Ты забираешь письмо у гонца, мы забираем письмо у тебя. Все расходятся, все счастливы. Как выполнишь работу, поговори с Кротом снова. Крот будет готова обсудить дела. Интересно, из каких она магических народов? Я слышал, как сал... Что ты? Что я, он спрашивает. Что я? Я Крот. Это не название вашего вида. Моего вида, он говорит. А сзади всегда так тактичны, так четки. На моем языке это название звучит банда-банда. Что значит крохотный народ, что поет земле и придает ей форму. Или что-то вроде того. Проще говоря, мы живем в грязи. Знаем много песен и роем глубокие тоннели. Так что да, мы Кроты. Глубинные обитатели. Землекопы. Кроты с причудливым именем, говорящие. Только вот пришли Азади, нагнали огню и дыма в тоннели банда. А когда банда выбрались наружу, Азади устроили резню. Каждого из нас. Мужчин, женщин, детей, младенцев. Не пощадили ни Крота. Кроме меня, кроме старой женщины. Оставили меня умирать. Я последняя из вида. Последняя из моего народа. Последняя из банда-банда. Последняя из Кротов. Я Крот. А теперь иди. И возвращайся только когда справишься с заданием. Иди. Вон, прочь. Есть дверь. Легко найти. Еще открыто. Угу. Иди. Аминь. 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 знаешь что я думаю блин вот реально играю в эту игру хочется просто молчать вообще ну непонятно немного что происходит в принципе вот ты интересно как все развяжется принципе то оставим с тобой на следующую серию спасибо за просмотр наших экранах сайда и удаления видео всегда знали первыми или вниз первых когда вы выходите за просмотр еще раз увидимся в следующих сериях давайте и и и и и и